Алло, здравствуйте, меня кто-то слышит, видит, где наши уважаемые организаторы. Учеба.ру, привет. Отлично. Скажите, пожалуйста, Александр, можно начинать? Учеба.ру, дайте знать, что можно начинать. Вижу плюсик от Павла, наверное, это гость. Павел, скажите, вы меня хорошо видите и слышите? Организаторы не реагируют, может быть, я уже начну свою часть. Отлично, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Особое приветствие выпускникам 2020 года. В начале своего выступления хочу поздравить вас с тем, что у вас есть аттестаты от лица ректоров, проректоров, деканатов, студентов и, конечно, сотрудников приемной комиссии, которые ждут вас в этом году для поступления на программы среднего, профессионального и высшего образования. Надеюсь, что ваши аттестаты о будущем и дипломах окажутся не только корочками, но и документами, подтверждающими вашу квалификацию и уровень вашей заработной платы или дохода. В общем, желаю вам всего самого хорошего. Предлагаю коротко познакомиться. У меня всего 30 минут для того, чтобы сделать что-то полезное для вас, как для будущих абитуриентов и студентов. Меня зовут Санарова Ирина Радигина. Я сейчас перейду ко второму слайду, где открыта моя визитка. Я руководитель приемной комиссии Московского университета имени Сергея Юльчевита. И что я вам сегодня полезное хочу рассказать. Хочу попробовать научить вас делать правильное решение в выборе вуза или направления подготовки для того, чтобы не разочароваться. Потому что разочарование – это неприятная вещь, когда в комнате или в ваш дом в чем-то ты разочаровываешься и огорчаешься. Это неэффективно, неприятно. И больше 15 лет я работаю в системе высшего образования. Последние 5 лет возглавляя приемную комиссию, ко мне очень часто обращаются абитуриенты. Исходя из этого опыта, стараюсь поделиться с вами определенными навыками. Поскольку мы с вами встречаемся в таком формате, не лично в приемной комиссии, я представилась, на слайде видно мои реквизиты, в том числе мобильный телефон. Я прошу, сохраните, сделайте скрин или запишите, потому что до 31 августа я с вами на связи, как руководитель приемной комиссии. Воспользуйтесь сегодня знакомством со мной и звоните мне только в рабочее время. Попрошу, пожалуйста, тех, кто сейчас меня видит и слышит, напишите что-нибудь в чат. Может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, или вы просто можете поделиться, не знаю, своим настроением, или просто плюсик поставить, чтобы я поняла, что вы здесь. А я подожду ваши комментарии и в двух словах расскажу о самом университете. Он на самом деле уникальный, единственный в Москве, в России и в мире, который носит имя Сергея Юрьевича Витта. Это очень известный государственный деятель, здравствуйте, Мария, который много сделал для России. Он принял множество эффективных финансовых, управленческих, экономических решений. Он был очень неординарен, воспитан, профессионален, компетентен, культурен. В общем, человек, которым, в принципе, мы гордимся, поэтому носим его имя и стремимся, чтобы наши студенты, которых мы воспитываем и даем образование, которым мы даем образование, тоже были профессионалами в своем деле, способными развиваться в своих должностях, в своих квалификациях, развивать себя, свои компании, свои города, свою страну. И поэтому готовим профессионалов. Профессионалов мы готовим в области юриспруденции, менеджмента, экономики, психологии, педагогики, информационных технологий, рекламы. В 2019 году открыли медицинские факультеты, готовы будем принимать студентов через год-другой на это направление. Но для вас сейчас, ребята, важно для себя собрать информацию, насколько наш ВУЗ соответствует вашим пожеланиям и как правильно принять решение, чтобы не разочароваться. Я возвращаюсь к теме своего доклада. Немножко в цифрах о нас. Например, на текущий момент у нас чуть больше 18 тысяч студентов. Я всегда сравниваю, чтобы абитуриенты понимали, это много или нет. Например, после реконструкции комплекса Олимпийский в нем будет 10 тысяч мест всего. У нас 18 тысяч студентов. Это почти два комплекса Олимпийских. Поэтому приглашаю вас в нашу большую семью в этом году поступить на программы и стать абитуриентом. Сейчас вы видите слайд, где написано «Я абитуриент». Может быть, кто-то из вас уже подал заявление, и не одно, и вы уже зарегистрированы в базе абитуриентов. Но я не могу мне сказать об особенностях поступления в этом году, хотя, думаю, вы уже в курсе. И даже если в курсе, все равно напишите мне плюсик, чтобы вы знаете, что тремя способами можно подать документы в этом году. Это электронная форма, почтовая связь и личный визит. Причем, например, личный визит мы разрешили в нашей приемной комиссии в связи с эпидемиологической ситуацией только начиная с 17 июля. И большая часть абитуриентов к нам попала именно через электронную форму обращения. При этом, уважаемые гости, могу сказать, что у нас нет никакого личного кабинета абитуриента. Мы это сознательно сделали, чтобы у вас у каждого был личный менеджер приемной комиссии. Чтобы подать заявление, это 5-7 страниц с общим количеством подписей, около 15, в первый раз в жизни, не понимая, что такое эти документы. Достаточно сложно, поэтому мы повысили компетенцию приемной комиссии, а не открывали кабинет абитуриента. Я сейчас воспользуюсь случаем тем, что рядом со мной доска электронная. Я надеюсь, вы увидите, а на слайде также видно, что я сейчас буду делать. Вы зайдете прямо сейчас или чуть позже на сайт moiv.ru. Вижу вопрос, я сейчас отвечу на него. И нажмете в красную вкладку, вы же увидите. Вот она, видите, красная вкладка «Поступить». Если не видите, то, собственно, это просто послушайте тогда меня. «Поступить». Открывается страница, на которую нужно запомнить фамилию, имя, номер телефона, электронный свой адрес, согласиться с правилами приема, которые нужно на сайте тоже посмотреть, и нажать кнопку «Отправить». Вот, собственно, эти четыре шага нужно сделать для того, чтобы с вами в течение пяти минут связался менеджер приемной комиссии и помог вам зарегистрироваться в базе абитуриентов. Я здесь, не уходите. Я хочу вернуться немножко на другое место. Достан, нам больше не понадобится. Здесь мне будет комфортнее. Отлично. Итак, особенности таковы, что можно теперь и личный визит нанести, но я все-таки рекомендую воспользоваться электронной формой и подать документы в таком виде. Так, пошли вопросы. Предлагаю на них ответить, потому что те гости, у которых есть вопросы, они особо замотивированы, и я бы не хотела заставлять их ждать. Надеюсь, вы не возражаете. Итак, спрашивает абитуриентка, подскажите, будет ли разница между абитуриентами, подавшими документами 18 и 19 августа, и теми, кто подал заявление раньше при равном количестве баллов. К сожалению, не видно, как вас зовут. Алексеевна. Алексеевна, ну пусть будет Алексеевна. Вопрос мне непонятен до конца. Наверное, вы имеете в виду абитуриентов, которые поступают на бюджет, и тех, которые поступают по договору. Вообще разницы нет, не будет. 19 августа объявляется рейтинг для тех абитуриентов, которые претендуют на бюджет. При равном количестве баллов. Мне нужно разъяснение вам дать, и я вернусь к этому чуть попозже. Разъяснения будут касаться сроков. Наталья, можно вас попросить мне напомнить по срокам компании, чтобы я вернулась? И оставили мы минимум 5 минут на этот сложный ответ. Вот здесь пишет Оксана Андричук, это сотрудник приемной комиссии, и она рада будет ответить на вопрос. Спасибо, Оксана, а я продолжу. Вернусь к теме своего сообщения. Как не разочароваться? Скажите, пожалуйста, есть ли здесь родители? Или я сегодня встречаюсь только с выпускниками школ, колледжей или вузов. Если есть родители, поставьте плюсик. Если я не увижу плюсика, я пропущу этот слайд. Пока жду. Посмотрите. А, есть Анатолий. Очень приятно. Что я хочу донести до родителей? Как они принимают решения? Взрослые, опытные люди. Они ориентируются на безопасность и комфорт. Для них, да, одобрить. Для них очень важно, да, безопасность, комфорт, гарантии, потому что они беспокоятся за своих детей. И это связано еще и с комфортом, в котором придется учиться ребенку. Это означает комфортное здание, безопасное здание, оборудованная аудитория, хорошая столовая и так дальше. И я в этом случае советую приходить лично. У вас есть такая возможность. Вы можете вот Оксане Андреевичу написать, если хотите посетить лично университет и получить экскурсию для того, чтобы убедиться, что да, условия будут для детей комфортные и безопасные. Или вот посмотреть, например, я сейчас нахожусь в кампусе факультета информационных технологий. И также здесь работает наша лаборатория, бизнес-акселератор МуИФЛАП. Достаточно комфортная. Здесь есть аудитория для лекций, для других занятий. В общем, чтобы принять решение и не разочароваться вам, уважаемым родителям Анатолий, нужно прийти посмотреть глазами и заглянуть в глаза преподавательскому составу, административным сотрудникам. Еще для родителей очень важна стоимость, потому что вы обычно являетесь инвестором, оплачиваете обучение. В этом смысле я могу сказать, что наш университет выбирает 62% амбитуриентов именно по критерию стоимости, потому что мы выдерживаем конкуренцию при соблюдении качества образовательных услуг. Вот, да, 62% нас выбирают. И при стоимости, которая является, я бы даже сказала, ближе к бюджету, в общем, конкурентная цена. Поэтому для родителей это удобно. Что еще для них важно, для родителей, для опытных людей? Престиж и репутация вуза. Как узнать, насколько вуз престижный и какова его репутация? Чаще нам не хватает собственного мнения. И я здесь советую обратиться к третьим лицам экспертным. Обычно это рейтинги. И вот здесь на моем слайде написано РИА Новости, социальный навигатор или Форбс. Эти компании делают рейтинги образовательных организаций мира, России, Москвы. Посмотрите, пожалуйста, и найдите там тот вуз, в который вы хотите поступить. И вы поймете, насколько он престижный и какова его репутация. Надеюсь, что из... Так, я не вижу, сколько здесь сейчас присутствует гостей. Но поставьте, пожалуйста, плюсики, ребят, те, которые в этом году закончил школу, и к которым я обращалась с особым поздравлением от ректора и всей администрации университета с выпуском. Выпуск 2020. Если вы здесь, поставьте плюсики. Я расскажу, как вам не ошибиться. Ребят, я знаю вас, как молодых, веселых, добрых, немножко беспокоящихся людей за свое будущее. И знаю, как для вас важна поддержка. Осталось 15 минут. Уделю внимание вам. Я знаю, как для вас важна поддержка и общение со своими ровесниками. И поэтому вы выбираете очную форму обучения, в том числе и в нашем университете. Поэтому, чтобы не разочароваться, выбирайте тот вуз, в котором очень сильный студенческий совет. Как узнать, что он сильный? Познакомиться с ним в социальных сетях. Ищите нас в Инстаграме, ВКонтакте, МуИФЛайв. Ну, в общем, на сайте есть все ссылочки. Кликните и перейдете на страницы соцсетей, в которых вы поймете, насколько активная, интересная, полезная и уникальная жизнь у наших студентов. Еще для школьников очень важно, для вас, ребят, выбрать вуз так, чтобы пока вы его закончите, вы поняли, что диплом котируется на рынке труда. И вы претендовать можете на достойную заработную плату, на какой-то доход и, в принципе, на то, чтобы найти работу по специальности. И в этом смысле вам нужно смотреть обязательно, насколько активно работает в университете, как в нашем, например, Центр практики, карьеры и трудоустройства. Это та структура, которая занимается вашим трудоустройством уже с первого курса. Ну, и, конечно, для тех, кто стремится работать не только в России, но и в других странах мира, очень важно, чтобы в университете был Центр международного образования. Это программы двойного диплома и другие предложения, которые позволят вам не разочароваться в вашем дипломе, который вы можете показать еще и в странах Евросоюза, но только в России. И у меня, смотрите, есть там такой третий кружочек поступления без математики. Ребят, кто уже разочаровался, когда выбрал математику профильную и завалил ее, обратитесь в наш университет, без профильной математики можно поступить на таможенное дело. Завтра в час дня на этой же площадке я расскажу, как это сделать. Поэтому, если здесь есть такие, кому эта информация полезна, пожалуйста, приходите завтра. Есть вопросы, какие сильные спортивные секции команды в вашем университете? Футбол, волейбол – это самые сильные. Наталья, есть у нас еще какие-то секции самые сильные? Футбол, волейбол. Вообще мы все за спортивный образ жизни. Многие занимаются в спортивном зале. Играем в настольный теннис, это точно. У нас есть столы в холле. Мы занимаемся йогой, не употребляем. Ну, наверное, не знаю, попала ли я своим перечнем в тот спорт, в котором занимаетесь, вы развиваетесь. Отлично, значит попала, супер. Так, быстренько идем дальше. Есть ли здесь ребята, выпускники колледжей? Поставьте плюсик. Слайд для вас. В университет можно поступить без экзаменов, на сокращенную форму обучения, с перспективами трудоустройства, с отсрочкой от армии и выбрать любое направление, независимо от того, что у вас написано в дипломе о среднем профессиональном образовании. Плюсиков не вижу, бегу дальше, осталось несколько минут. Пропущу ребята, выпускников вузов. Мне кажется, здесь нет тех, кто планирует магистратуру поступать или в аспирантуру. Скорее всего, наша аудитория – это школьники. И вернусь к вопросу по срокам, потому что он самый сейчас важный. Приемная кампания была сдвинута на 3,5 недели. Мы, наши коллеги, я в сроках приложили усилия, чтобы разобраться. Я представляю, насколько непросто вам. Итак, смотрите на этом слайде сроки приема документов. Документ – это заявление на поступление, паспорт, диплом об образовании, медсправка для тех, кто поступает в колледж или на психолого-педагогическое образование в бакалавриат и две фотографии. Больше ничего не нужно. Мы уже дождались результатов ЕГЭ, это сдерживало большую аудиторию, сейчас нет. Итак, до 13 августа нужно подать заявление, если вы претендуете на бюджет и сдаете вступительное испытание внутри университета. До 18 августа подать заявление, если вы претендуете на бюджет по результатам ЕГЭ. До 21 августа по договору по результатам вступительных испытаний. И до 27 августа ребята, те, которые сдали ЕГЭ, и идут по договору. То есть у вас времени еще больше, чем 20 дней. Сроки проведения вступительных испытаний. Это для тех, кто ЕГЭ не сдавал, это для выпускников колледжей, бакалавриата, либо те, кто поступает на рекламу. Спасибо, Наталья. Хочу сказать, все вступительные испытания в этом году в нашем университете проводятся дистанционно. Поэтому для вас, ребята, это большой плюс, если вы беспокоитесь, что вы недостаточно хорошо подготовились, не беспокойтесь, дистанционно сдавать проще. Приходите, сдавайте. И, наконец, самое главное, это сроки приема согласия о зачислении. Итак, я повторюсь, рейтинг 19 августа. То есть если вы подали на бюджет, смотрите себя в рейтинге 19 августа на сайте университета. И если вы попадаете в конкурс, не попадаете даже, а проходите по конкурсу, вы должны принести согласие или в личную приемную комиссию, или в электронном виде согласие о зачислении. Это будет первый этап, на котором зачисляется 80% абитуриентов. Дальше 24 августа выходит приказ, и мы ждем второй этап. То есть конкурс там немножко перемешается, будут потоки из одного университета, из одного направления и так дальше. И второй этап, чтобы подать и увидеть себя, может быть, вы где-то подвинулись и прошли по конкурсу, это 24 и 25 августа, соответственно, приказ 26-го. Ну а те, кто поступает по договору, он зачисляется 31 августа. Теперь возвращаясь к вопросу Алексеевны по поводу прав. Вот сейчас с этим слайдом у вас остались еще уточнения? Или понятно, потому что, повторюсь, я не совсем поняла ваш вопрос? 10 абитуриентов с одинаковой суммой баллов. А, это вы и есть еще раз, да, добрый день, Алексеевна. Они проходят по нижней границе, освободилось одно место. Кто из 10 человек попадет на это место? Тот, кто подал заявление раньше, или по алфавиту, или по другому, в принципе, теперь поняла. Займет место тот, у кого будет большее баллов количество. То есть, единственный критерий, который мы учитываем, это количество баллов. Ни срок подачи заявления, ни алфавита, ни какие другие признаки и критерии, только количество баллов. При этом, не забывайте, что кроме ЕГЭ, каждый университет, и наш в том числе, дает дополнительные баллы. Мы смотрим ваше сочинение, и, допустим, у вас один балл за сочинение, а наш преподаватель вам выставит еще плюс два балла. Может быть, у вас есть значок ГТО, или вы закончили школу с красным аттестатом, или вы волонтер, все эти документы несите, пожалуйста, в приемную комиссию, или высылайте менеджерам приемной комиссии. Это дает вам возможность занять более высокое место в конкурсе. Тороплюсь. Ну вот они, индивидуальные достижения от одного до трех баллов. Бюджетные места, которые есть у нас в университете по этим направлениям. Причем, ребят, подавайте, пожалуйста, заявление на бюджет. Плюс тек, острые амбиции ваши горят. Не бойтесь, есть небольшой лайфхак. Для тех, кто подавал заявление на бюджет, будут действовать особые условия при поступлении по договору. Обычно это скидки и даже акции до 25%. Поэтому те, кто сейчас меня слышит, воспользуйтесь, пожалуйста, этой информацией, чтобы минимизировать свои затраты на обучение. Количество баллов одинаковое, суммарное. Количество баллов складывается из ваших трех ЕГЭ. Минимум три ЕГЭ нужно, чтобы поступить до одинаковое, суммарное. Но есть приоритеты. Например, для того, чтобы поступить на таможенное дело, приоритетным будет общество знаний. У меня к вам просьба. Если меня слышит Оксана, вышлите, пожалуйста, Алексеевне правила приема или выбиршку, где написано про баллы. А еще лучше оставьте в чате свой контакт, Оксана, чтобы Алексеевна с вами связалась, или наоборот, Лаврова Алексеевна. Оставьте свой контакт, мы дадим вам более детальное разъяснение. Похоже, что нужно уделить внимание вашему вопросу. Часто спрашивают про проходной бал. Мне осталось две минуты. Ребята, задавайте вопросы про проходной бал. Наверняка вы знаете, что проходные балы сейчас неизвестны. Есть только минимальные проходные балы, которые устанавливают Министерство образования или университет отдельный. А проходной бал будет известен по результатам кампании. Смотрите на этот слайд. В 2019 году с какими балами можно было попасть на бюджет? Пока смотрите, я отвечу на вопрос. Наталья написала, да? У нас самые популярные направления подготовки – это менеджмент, экономика, юриспруденция. Прикладная информатика. Например, в прошлом году вот такой был всего проходной бал, 158. В этом году не знаю, какой будет. Поэтому я вам сильно рекомендую подавать заявление в бюджет. Волонтерство учитывается, если вы предоставите документ, подтверждающий это. Да, это свидетельство. Не сертификат, а обычное свидетельство. Есть у вас такой, Настя? Может быть, это не документ, выданный организации, а какой-то другой факт, подтверждающий есть волонтерство. Свяжитесь, пожалуйста, с Оксаной или оставьте свой телефон. Мы обязательно рассмотрим ваш опыт. И если он подтвердится, то мы добавим вам баллы. Итак, проходные баллы. А вот они, насколько я помню, следующий сайт и слайд. Минимальные баллы. И здесь анонсирую следующее. Вам повезло, ребята, что вы в этом году сдали ЕГЭ. Слава богу, да? Потому что в следующем году минимальные баллы будут повышаться. Например, математика 33 минимальная. Общество 45 и так дальше. Да, вижу, Оксана оставила контактный телефон. Друзья, звоните. Пожалуйста. Пока формулируйте свои вопросы. Вернусь к теме своего выступления. Как не разочароваться? Да, в принципе, мы не застрахованы от ошибок. Я бы их не боялась. Мыслила более свободно. Сейчас время такое быстрое. Некогда сожалеть, вспоминать, надо перестраиваться и идти дальше. Если вы ошиблись. А чтобы не ошибиться, очень простое правило. Собирайте достаточное количество информации, чтобы принять решение эффективное. Чтобы собрать информацию, вот, например, сделайте, не обязательно подавать документы. Вы сделаете заявку. В наш университет еще куда-то. Пообщавшись с сотрудниками приемной комиссии, вы получите новые знания, навыки, опыт. Подматерейте, будете экспертом. У вас осталось сегодня у нас какое число? 31 июля. Завтра уже 1 августа. Реально две недели на то, чтобы выбрать университет. И даже если вы поймете на каком-то этапе, что вы сделали ошибку, сейчас внимание я вам скажу, отучитесь первый семестр. После окончания первого семестра у вас есть законное право перевестись на другое направление, на другую форму обучения, в другой университет. И поступить параллельно куда-то и получить скидку до 50%. Просто нужно знать свои права. Поэтому, пожалуйста, запишите мой и Оксанин телефон. У вас есть такая возможность обращаться с вопросами к экспертам. Люди, которые уже опытные, они вам помогут. И потом у вас есть родители, есть сотрудники приемной комиссии. Google вам конечно, конечно. Про вступительные испытания я сказала, они все проводятся дистанционно. По расписанию нужно обратиться к менеджеру приемной комиссии. Если хотите, сделайте скриншот вот этой сложной таблицы. Может быть у вас как-то зафиксируется в таком виде лучше сроки приемной кампании. Я специально задержусь на ней, чтобы вы держали ситуацию под контролем. И сейчас посмотрю, что у меня тут написано в подсказке. Я должна закончить так, чтобы вы вернулись в нашу приемную комиссию. Хочу пригласить вас завтра прийти сюда же на эту площадку, чтобы послушать, как поступить на таможенное дело, если у вас недостаточно баллов по математике, или вы ее вообще не сдавали. И пригласить в приемную комиссию, чтобы посмотреть университет, почувствовать, может быть, вас откликнется в вашем уме или в вашем сердце, эта обстановка, которую вы там увидите, тех людей, с которыми вы там познакомитесь. И приобретете статус абитуриента, а потом попадете в приказ о зачислении на первый курс и станете студентом. Я вам искренне желаю удачи. Люблю вас. Приходите. Будем получать высшее образование. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...